Толбухино, угол Глинки. Именно здесь развернулись основные работы Инфоксводоканала, из-за которых сегодня на сутки без воды осталось три района города. Специалисты говорят, что такая мера нужна, дабы подключить новый водопровод на улице Толбухино к уже существующей системе. Эти работы нужны для того, чтобы переключить вновь построенный водовод при реконструкции улицы Толбухино и выключить из работы старый водовод. Вырезается старый трубопровод для того, чтобы потом подключить его к новому. По технологии с врезкой колена, выдвижки и так далее. Из-за кольцевой системы водоснабжения города пришлось отключить несколько насосных станций, объясняет специалист. Потому без воды остались целых три района. К активным работам на пересечении Толбухино с улицами Глинки и Петрашевского рабочие приступили уже после обеда, когда спустили всю воду из системы. Но еще несколько часов назад все три района города были готовы встретить безводный день во всеоружии. С самого утра на обозначенных ранее адресах появились вот такие цистерны с технической водой для бытовых нужд. Очередей горожан с пустой тарой не наблюдается. Местные говорят, что водой запастись успели, а машины появились оперативно. Мы знаем, что машина стоит. Мы это видели в 8 утра, она стояла на месте. Очереди никаких пока нет. Сейчас уже пол-одиннадцатого, одиннадцать часов, ну пару человек подошли. Так что, ажиотажа никакого нет, все нормально. Если на щепке на цистерна фактически простаивала без работы, то на жилмассиве школьный спецавтомобиль был более популярным. Нашлись и те, кто решил проверить, сдержат ли коммунальщики обещание обеспечить всех водой. А вот обеспечить одесситов питьевой водой в мэрии решили с помощью бюветов. Для этого их даже перевели на круглосуточный режим. Работники бювета говорят, что ажиотажа нет. Все позаботились о воде заранее. По сравнению с теми тремя днями, вообще я удивляюсь, что людей нет. Мы даже убрать не могли, столько людей было здесь. Все заполнило. А сейчас, слава Богу, никого. Хорошо. Ну, может быть, к вечеру люди с работы придут. И всем сказали, что работать будем круглосуточно. С 10-го в 8 утра до 11-го числа в 8 утра. Люди рассказывают, что особых трудностей пока не испытывают. Но без воды все же стало сложнее вести хозяйство. Оно влияет на жизнь, потому что унитаз надо залить, все такое, еще кое-что, посуду помыть. Все влияет. Во всяком случае, по-любому влияет отключение воды. Тем временем в мэрии обнадеживают жители обезвоженных районов. Работы ведутся с опережением графика. Работы выполняются согласно графику. И по прогнозам предварительным, работы должны мы завершить в ночь. К утру 11-го мая вода должна уже поступить в дома одесситов. Поэтому с опережением графика выполняется работа. Проблем пока нет, слава Богу. Но вот такой прогноз. По словам чиновников, проблем в системе автоцистерны-бюветы нет. Очередей не наблюдается. Потому в мэрии рассчитывают, что в таком режиме отключенные районы смогут дождаться возобновления подачи воды. Источник жизни должен появиться на кухнях и ванных одесситов уже завтра в первой половине дня. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Субтитры создавал DimaTorzok